На Малибу не стоит, все, мы Малибу не смотрим. Сикач такой, убитый стоит. Ну это же машина для того, чтобы сено перевозить. Большой тюк. Весь блок, а босс. Доброе, ну это так, парабольное. Тут стремно. Видно, что рифтовалось. Брезовик от лонжерона был отрезан. Отрифтован и варен обратно. Друзья, всем привет. Сегодня будет окончание трилогии об оптовом выборе автомобилей. Сегодня финальный день, сегодня загоняем всех на СТО. И сегодня смотрим на то, как хорошо они сделаны снизу. Потому что сверху сделаны они хорошо. А, и еще момент. Я, кстати, парням задал вопрос по поводу сваренной рамы на Тундре. И они мне на него ответили. Будет интересно. Едем. Сейчас все машины, ну все, из вот этих вот кучи, которые здесь. Везем их на СТО. Здесь где-то домов через пять. В этом лесу есть некий подъемник. Шевроле, он поехал, Андрей Александрович. Будем осматривать. Это что у нас? Это Ниссан Рок. И сзади едет Форд Раптор. Ну, типа F-150. Ну, типа моднявый, люфтованный. Кстати, самая живая машина среди всех. Это вот. Вот этот вот. Фордец. Волга. 21-я. Не смотрит на запорожца, не смотрит на Волге. Смотрит на Мерца. Сикач такой убитый стоит. На продажу пойдет. Да ладно, классные диски. Они даже почти не поцарапанные. Палево. Красивый. Мы как-то приехали в этот. Эрметик опять. Андрюха, что мы смотрели, где сгонил поддон? Ах, иди. Что, а ты не? В Б-6. Какой Таратаки занялку? В Б-6. Реально, в поддон масло сгнил. В Б-6. Просто жопа. Они вот так вот смотришь, вот так берешь эту пробочку и такое впечатление, что вот так вот к ней поддон рассыпается. Для меня. Они вообще, казалось бы, масло там, но ржавеет просто катастрофически. Аж беда-беда. И да, это завод. Вот чем свежее автомобиль, тем ближе он сделан к заднему проходу, назовем это так. Ну или же максимально удешевляют процесс, так чтобы было вообще понятно. Вот с каждым годом надо машину сделать все дешевле, дешевле, дешевле. То есть вложить в нее денег меньше, максимально с нее достать, при этом ничего не потерять, скормить народу. И естественно страдает все, в том числе и швы герметика кузовного. Фильтры тоже масляные прицепили, да? Да, в таком месте удобном. Это что-то перевозили. Контрабас, вот руки белые, кокс. Давай мы скажем, мы же не уверены, что это такое. Это пусть будет тальк. Это машина в тальк. Прущий тальк. Прущий. Что, диффузор поломанный? Да, есть. По-моему, он попален. Сломанный, спаянный. И не всего хватает. Нормально. Вот так по металлу он целый. Выкидываем. Все? Да. Ну, нам надо было посмотреть проблемные места снизу. Если подрезюмировать, то первый автомобиль, который был осмотрен, а осмотрен был Nissan Rogue, то в целом он сделан очень неплохо. Да, там плохо сделан диффузор радиатора, он там спаянный, из кусков деланный. Плохо сделанный, но тем не менее это единственное место, к чему можно прицепиться, скажем так. А в общем ремонт неплохой. Поэтому машина для торга оставляется в сторонке. Пока смотрим дальше. Разные резины, это типа нормально. На одной оси. Что было, то и втулили. Знаете, когда в Жигулях раньше. Продаешь в Жигули разные колеса. По одной стороне оставишь одни колеса, по другой другие. Не на ось одинаковые, а по стороне. Так меньше в глаза бросается. Вот сейчас я прям вижу, уже руки занеслись над клавиатурой для того, чтобы написать хейт опаку по поводу. Вот я знал, я продавал, ну по поводу затроллить Андрюху. Только вопрос здесь в том, что он когда-то так купил автомобиль. Да, друзья, мы не все изначально были на опыте. Опыт это приобретенная штука. Но когда-то давно была у него такая ситуация, когда он купил с одной стороны одна резина, а с другой стороны другая резина. Я как-то, когда мне было 18 лет, я покупал у Кавкозника шестерку. У нее тормозил только передний правый суппорт. Все. Вообще, не было тормозных колодок аж совсем. Я тогда улыбался от этой машины. А есть от него бумажки с развала? Если вам, поверьте на слово, развал есть. Если вам интересно, мы можем так же проехать на развал, загнать каждую машину на развал. Бумажек нету, но я вам говорю, что развал нет. Почему на развал? Да все очень просто. Там балка, сзади стоит новая. Левое крепление, которое приваривается к кузову, крепление вот этой самой балки, оно рихтованное, оно деланное, оно вареное. Визуально не сильно заметно, но если сравнить ее с правой частью, то это видно. На камеру, кстати, оно не передает. Мы пытались вставить, но не видно разницы. Но я вас уверяю, если посмотреть глазами, это видно. Ой, какая хорошая машина. Нет защиты, везде все видно. Вот везде бы так. В принципе, тут спереди вопросов вообще никаких нету. Не течет, не ссыться. Красота. Тоннель обробега куда-то, да? 57 что-то такое. Порог с лианца подварен. Погрузка. Это да, это вилы, скорее всего. Да, и здесь тоже. Нету американцев без таких следов. Когда автомобиль достают из контейнера морфлота, они это делают погрузчиком. У погрузчика есть вилы, которые подъезжают вот так под машину и вытягивают его. Это может быть вот так. Иногда это бывает. Вот так их достают. Ну, в общем, именно из вот этих вот вил остаются следы на кузове. И очень часто ломается пластик. Внизу вот эти вот эридинамические накладки. Это все из-за погрузчиков. Привода такие, ух. Нормальные тонкие привода. Ох. У джеты там 18, 19, 20 год так же. Все цит тоже так будет. Нет, цей крепче стоит. Здесь в уголку простукана молоточками. Вот видно, рихтовку всю. Вот проварено. Ну, красиво. Ну, сделано, да, неплохо. Все, спускаем, выгоняют. Нормально. Следующий. А как тут дивиться, все чисто, все красиво. Так вот тоже, подняли, подивилися, все чисто, все красиво. Ну, видно, что тут молоточком выступили. Ну, она красиво сделана. Ну, вот эта штука видно там прямо из этого. Оно сделано. Тут больше всего вопросов вот этой части. Все остальное. Мы же в процессе гоняли на развалку. Все тоже классно заработаны. 11,47 уже третью смотрим. Осталось 5. График не в... Да, нам надо очень быстро. Хорошо нам, ну, как бы... Так и что тут, наверное, свежие? Это когда какого-то там коллекционного дрыща смотришь. Как мы выбирали Ягуара. Там вопрос был к целому кузову и к нормальному с охраной. Сборная. Фиолетовый, черный, коричневый герметик. Такого еще не видел. СТО зимой, что мы строимся, застрял Allroad 16-го года. Дрыщик. А вот этот заехал и выехал и объехал Allroad. Просто конструктор Лего. Снега много было. Весь с кусочком собран. Шеврулет. А как так Allroad не вышло? А у нее колеса большие. Кузов с болта наскучился. Просто весь с кусочком собран. Собирали его не парни. Собирали эти машины на заводе. Это дело в том, что модульная сборка. Она состоит из кусочков. Набирают кусочки и как-то соединяют болтами, заклепками. В общем, вот так сейчас делают автомобили. То есть, если раньше максимально сплошняком делали лонжероны и из цельнометаллического листа, то сейчас их интегрируют из таких кусочков. Собирают, собирают, набирают. Ну, насколько крепко. Не знаю. Это если будет какая-то хорошая, серьезная, заваленная машина. Тогда да. Тогда оно там быстро сминается. Но это однозначно хуже, чем цельнометаллическая конструкция. Чего так? Да я тоже не жюблок, не дувалый. Это сколько они думали, чтобы вот так кузов собрать. С кусочков. Еще и болтами его скрутить. Да нормально, блин. То тут хотя бы смотри, в отличие от других машин, вот хотя бы, ну блин, лонжер из металла состоит. Как все коллекционерно. Ну ладно, из хренового металла. Поэтому автомобилю прицепиться больше не к чему. Сделан он хорошо. Соответственно, он сейчас съезжает и становится в кучку выбранных, проверенных нами автомобилей. А тундру тоже вы делали? Да. А что там с рамой сзади? ИТ была. И реально там есть место, где и 800 было. А с той стороны 47 микрон 50, здесь, блин, 800 местами. Поэтому хорошая машина. Что следующее? Интерфаксы, видели? Кузов, хрен с ним, с тем кузовом. Кузов, то такое дело. А то, что рама у машины такая себе, то... А что такая себе? Какие все сбитые задницы, у всех такая себе. Не напасешься на всех рам. Вот и все. Они все равно или сварены, понимаете? Или она нами отрихтована, там сделана, или варен кусок рам. Суть дела особо не меняется. Такое кусок рамы варили? Мы, да. Но мы не варивали другой кусок, мы ту раму восстанавливали. Не, я видел, что там и шпаклевочка есть. Да, она и пошпаклевана, покрашена, там паук меняный. Там и кузов делан, все делано. Задал вопрос парням, потому что мне стало непонятно. В целом-то они автомобили ремонтируют нормально, ремонтируют хорошо, классно. Но почему тут такой залет, мне, например, непонятно. Ну вот поэтому я и задал такой вопрос. Чулок мокренький, что-то. Сверху? Где, думаю, тормозуха? Слабыстротай, гляну. Дивись. Машина нова, дорога, а крыло изнутри открыто. А прикинь на оффроуд, поехали. Открыто, тут хотя бы какой-то брызбек зробили, чтобы туда грязь не залетала. Заглушка, вот это все дело, надо, конечно, замыть и посмотреть, потому что... Она мокрая, ну, она блюстит, она мокрая. Не, она мокрая, да. А действительно ли это, как он говорит, что меняли? Потому что тут же масло, где пробка залетная. Было бы еще классно открутить эту пробочку и посмотреть, какого цвета там масло. Нам этого сейчас никто не разрешит. Хотел, хотел, хотел. Ага, сделано, вижу. Хочу заметить, что обычно сделано хорошо только снаружи, то есть там, где видят. А внутри, ну, обычно делают, ну, либо никак, либо же в принципе не делают. А здесь сделано хорошо и снаружи, и внутри. Вот на это я хочу обратить внимание, что внутри сделано хорошо. Так, ну, понятное дело, что он нигде не гнилой абсолютно. То есть, рама, что в КамАЗах? Ровный. Да ладно, хорошая рама, чего ты? Я имею в виду толстая. Здесь, кстати. Обычно у больших автомобилей, срамных, у них рама толстая. Вот у Sequoia последней, у Tundra, это, в принципе, одна и та же машина, рама такая тоненькая, хлипкая. Это ровно точно так же, как у 200-го Кукурузера, у сюда же Lexus. У них рама какая-то такая тонкая. А вот если взять у Ford, то ее запросто можно сравнить, ну, с каким-то там, например, даже грузовиком. Вот Андрей не зря сказал, что рама очень похожа на раму от КамАЗа. Она действительно такая здоровая, внушительная. Ну, вот на такой машине действительно безопасно ездить. Я вижу, кузов не снимался с рамы. Не снимался, в принципе. А ну, с этой стороны? Что у нас с этой стороны? Да не снимался, он видишь по подушках. Удар был кузов, и вот его здесь сделали, и вот здесь. Вот это вот самая живая машина. Конечно, тут аморты, как на простом, не просмотришь, но здесь тоже, вот смотри, не скучат и хорошо штоки. Открыто все просто. Да нормально, для сбора галат, имеешь в виду, проехать по поводу. Ну, да. Ну, это же машина для того, чтобы сено перевозить. Большой тюк. Я думаю, в сервисной книге так не написано. Он говорил, что рецепт тут меняли в раздатке. А что это такое? Зачем мокрое? Что мокрое? Хотя бы вот эту. Можем сами снять, можем дать денег, чтобы сняли как удобнее. Ой, здесь мой, бля. Что там? Там весь блок обосран. Ну, не верится, только правая половина. Знаешь, вот как анекдот про оптимиста и пессимиста. Знаешь, дум детям дарят, смотрите, в правых сторонах. Подарок, одному знаешь, дарят стартерам, смотрите. Дарят паровозе, такой с рельцами. И мальчик говорит, вот подарили этот паровоз, батарейки постоянно менять, рельсы ломаются, друзья приходят, просят поиграть. Дай, дай, дай. Ну, это типа мальчик пессимиста. Оптимисту, что же оптимисту? Как обломать оптимиста? Оптимиста надо взять коробочку красивую, насрать туда кусок лошадиного говна положить. Ну и под елочку. И вот мальчику-оптимисту дают в подарочной коробке красивый кусок говна. Он такой новогодняя ночь открывает. Ура! Ко мне лошадка приходила! Так вот и здесь. Тут уж не вес двигателя босрала, только совсем чуть-чуть. Дорогая срывалась, если что-то они заменили на другую, погнали. Значит, сюда сразу положим масло-батуарное, сальный коленовала. Тут раздатка, тоже запотевшая. Ну да. Это с под датчика он какой-то кизяк выдавил. А хоботел на потопке интеркулера уже наши стоят. Но с этой стороны она башка припотевает. Да, турбинки тут, сухенькие. Нет, это масло-батверителя. Батверителя? Чего кричневый тут? Бит поломки. Да поломки нет. Поломки он не поломан, он просто уписался, просто потекает. Я не считаю, что пока сюда надо лезть, в принципе. Тут суха. Нет, то, что он потеет, это норма. Вот это норма. Это я не считаю за поломку для пикапа любого. Такая вещь может произойти, у них если почитать заводской регламент по фордам, то у них есть такие допуски, что-то потеет, если не течет, это нормально. Просто заливать. Заток, нет, не надо наливать. И вот это течь, это может быть за все его 70 тысяч жизнью. С салона дают пачку сальников. Ну да, понятно. И бутылочку, да, там 75-90. И масло надо наливать с линейкой. Это как и Skoda сейчас продают вместе с маслом в подарок. То есть как бы вот уходит. От замены до замены надо обязательно заливать масло и прям продаешь. Мы видим, что двигатель в масле. Мы понимаем, что там надо поменять пару сальников, там надо поменять правую прокладку. И делов-то в принципе, ну максимум 1000 долларов. Ладно, хорошо, 1300. Неприятный момент. Но жить с этими моментами машина дальше может. То есть сказать, что вот срочно бежать, менять, ну нет, точно не нужно. Неприятно, да, повод для торга, да. Но сказать, что это смертельно, ну точно нет. Здесь сейчас я просто знаю, чем это закончится. Сейчас вопрос станет, тут же придется за что-то торговаться. Да естественно. Вот, и за что торговаться, вот за это. А сколько это будет стоить, я лично этого ни разу не делал. Поэтому я звоню старшему товарищу и спрашиваю, Саша, у тебя есть такие машины, сколько делать? В зависимости от того, что, от 1000. Ответ, ну просто пипец. Там я могу вам сказать, доставьте, приедете за неделю, через неделю заберете, я вам акт выполнен к работе. То есть, если он назовет космос, то если я скажу, что я решу вам этот вопрос просто. То есть, грубо говоря, если вопрос станет о покупке этого автомобиля, то это вы все уберете, ну в смысле, все почините. Ну если вы скажете, давайте нам там 2000 долларов, потому что у нас течет сальник. Я скажу, дайте мне неделю, я сделаю, что у вас все будет хорошо. Вот человек, принимающий решение, поэтому здесь... Нет, если у нас... Обещаете ли помыть там? Нет, 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 нет. Герметиком подбросить. Вы не поняли. Я это все знал, я это мог помыть. Просто мы продаем эту машину, я не считаю вот это, лезть сюда, потому что тот человек, даже который купил бы у нас просто эту машину, он с вот этой проблемой ездил бы еще очень много. С нее нету лужи, у нее нету даже капель на защите. Я это все снимал и диагностировал, как только машина зашла, как только машина проехала пару тысяч в Украине. Вам, если там что-то действительно выходит с тех рамок, что мы считаем, оно у нас может быть изрядно дешевле, то мы сделаем. Если у нас плюс-минус у всех все одинаково, то... Просто по Raptor я уже много чего знаю, это не первый Raptor. И по регламенту, по замене, по ремонту, что можно найти и вот это, чего нету, как правило, бывает, уже мы столкнулись, это же не первый у нас Raptor именно. Он не F-150. Что, накидываем, время идет, надо все машины смотреть. Короче, торговаться с этими парнями тяжело. Все они сделают, все они переделают, что нужно доделывать. Все сделают, лишь бы только ничего не сбрасывать. В общем, торговаться они вообще не хотят. Интересный момент. Вот стоит на паркинге, двери открыты. Как только включаешь любую передачу, сразу двери автоматически закрываются. А еще вот эта вот тема, передачки можно ставить плюс-минус. То есть, такая некая механика в автомате. Можно, можно, можно. Зимой хорошо трогаться. Вот сейчас мы трогаемся со второй передачи. Для того, чтобы зимой не скользить. Очень, очень хорошо. И, кстати, тормоза здесь тоже неплохо. Сбитое, интересное сидение. На удивление, такие непротивные. Продавоняет, как будто коты обоссали. Ну, а так, а так, а так. Химчистка поможет. Но технически вот эти вот автомобили, которые выбрали, они лучшие. Заводские опять герметики. Заводский дыш. Опять сварка заводская. А, про это да. Реально. Тут вот, единственный момент, вот просто аналог. Типа перехвалил, делали-делали хорошо. Вот здесь вот пипец, уже все, крыло ржавое. И куски сварки торчатся, и проволоки сварочные торчатся. Он ее делал, так ли? Нормально. Ну, думаю, да, потому что она в лицо квашеная. Они, короче, как Роуз-Ройс, ручной сборки. Эквинокс. Ну, что-то, что-то, как-то этот, как-то этот Эквинокс. Это же монопривод. Ну, что, привода такие же. Так же болтаются. Ну, это не люфт, это просто... Такие же. Да, да, это нормально. Ну, вот здесь эти самые, даже вот берешь, вот эта первая машина, на которой не болтаются стабилизаторы. Не болтаются? Не болтаются. Вон, всех предыдущих я трогал, тоже не болтаются. Да, расскажи мне вообще, как карандаш в стакане, особенно тот Nissan, на котором я ехал. Я думаю, можно ее уже опускать. Да, отходим. Собрано как-то так, по-равильному. Если помните, то это именно тот Эквинокс, который парни давали своему другу, чтобы он съездил на море и обратно. Когда мы его осматривали, там были еще вопросы по поводу того, насколько хорошо и качественно сделан этот автомобиль. Но когда посмотрели на него снизу, то стало видно, ясно, понятно, что эта машина сделана плохо. И именно плохой ремонт поставил точку в осмотре этого автомобиля. И это первый автомобиль, который нам не подходит. Мы его бракуем, и он уходит в сторону. Сюда, в эту сторону. Потому что с правой стороны стоит нормальная машина, а с левой на выезд. Кто-то уже шприцелал. Нашелот, дырочка. Вот этот пыльничек. Вот он. И он. Имеет дырочку маленькую. Болт оборванный. А что, мы защитим? Ага. Можно боюсь. А тут не прикрученный. Забили, потеряли. Здесь тоже на юбку нет пистонов. На эту тоже. Зато радиатор какой красивый. Машина здесь не доработает. Вот посмотришь на этот радиатор и эффект нового автомобиля. Главное, дальше не смотреть никуда. Да. Тут тоже не... Не смотреть на то, что... Не подособирали. Что-то как-то первая машина будет лучше. А здесь просто не закрутили. Тут стрёмно. Видно, что рихтовался. Видно не покрашено? Не, видно следы. Рихтовался. А, ну понятно. Нет, мы когда смотрели на Ниссан, я говорю, следы рихтовки спрятать невозможно. Ну, если надо, можно. Мы же варим Tesla Model 3 в стык с двух частей. Ничего. И, кстати, те, кто покупают Tesla, они не обращаются в автоподбор. Ну, причин этому несколько. У этой машины нет двигателя внутреннего сгорания, у этой машины нет коробки передач, у неё нет масла, у неё нет силовых узлов агрегатов, у неё нет мостов, у неё нет ничего того, что есть у других автомобилей. Да, там есть колеса, да, там есть кузов, там есть безопасность, но зачем проверять, когда открыл, посмотрел подушки и есть. Раз есть подушки, значит есть безопасность. А кузов, ну, кузов же он железный, он же из двух частей сварен, это значит надёжно, это вот так, это просто перфекто. Ну, сопли был. Была, конечно, как её выровнять без тапеля. Ну, это так смотришь. На глазник разве же. Я смотрю, что крепление не дорихтовали. А он вообще не ездит, да, судя по тому, что тормозные колодки не прилегают? Не ездил? Ну, как, может там 100 метров, 100-150 нас проехали. Не, ну диски у него такие, ржаво не протёртые, не притёртые. То есть, если, если по передним, тут, ну да, основное масло на них. Это когда мы уже упрёмся в эту педальку, то задок прикладит такой. Ну, раньше колдуны были, раньше было счастье. Опускайте. Следующий. Ну, это вот этот, что брызовик вареный. Там она ещё сверху дофига вопросов по этой машине. Плюс, вон, смотри, аж помятый, аж помятый, аж, аж же. Здесь тоже развалено, коробочка немного. Это по грузчикам. Ну, понятно, что по грузчикам. Нормальный полуподдон, чё ты. Так зато его никто не трогал. Зато он не ударенный. Иногда приезжаешь, он такой, блядь, потёртый аж. Не, всё, всё хорошо, он просто говорит. Да не, это от Андрюха, это точно неинтересный. Подрамник крыло. Да и подрамник крыло, смотри, он лонжеронный в гармошку. Причём, что один, что второй. Ну, есть такое. Ну, есть. То, что мы с тобой ещё раз спорили за вот эту вот чёрную хрень, это вообще такая мелочь. Брызовик от лонжерона был отрезан. Отрихтован и варен обратно. Всё. Не, не, опускаем, опускаем. Отпускаем. Отпускаем, да. Это именно тот Эквинокс, о котором мы вчера с Андреем спорили. Вареный там лонжерон или не вареный. Потому что там есть левый кузовной герметик на лонжероне. Такое впечатление, что он был надрезанный и проваренный, потом герметиком замазанный. Так вот, это уже на самом деле до лампочки. Хотя лонжерон остался целый. Сами лонжероны снизу, они настолько замятые, что ценности этот автомобиль не представляет. Подрамник у этой машины погнутый, отрихтованный, поставленный на место, незамененный. И вот это вот типичный американец, сотни которых продаются на рынке. Какие сотни? Тысячи этих машин продаются на рынке Украины. Точно так же отрезанный от лонжерона брызговик, отрихтовали его, назад приварили, прицепили. В общем, вот точно эта машина льдет лесом, огородом подальше от нашего каравана. Вот это самый мрачный дрыч, который мы встретили вот среди всей этой толпы автомобилей. Было сказано, на Малибу не стоит. Все, мы Малибу не смотрим. Очень за недорого пообещали Chevrolet Malibu. Ну, он еще на стадии ремонта, он еще не отремонтированный. И вот то, как он отремонтированный, мы и решили посмотреть. Потому что с виду плюс-минус зажатый капот, зашпаклеванный, из кусков собранный бампер. Но интересно, что же там снизу. Ну, вот образно, есть машина, которая не нравится, есть которая нравится. Она может понравиться, или она будет дешевле. Смотрите, вы отберите со всего списка, что вам вообще нравится или может понравиться. Почему? Тоже бесключевое. И дворники пашутся. Нормально. Видишь, тут даже не этот самый, не рихтованный усилитель. Вот это ее родной остался? Бампер? Усилитель. Я вам сейчас отвечу. Нет, новый. Ну вот, я же говорю, что они не рихтовали. Не, у него край от бит. Плюсы новые. Парень не парит, что он заново свалит. Наконечник, рецепт. Ну его парит точно машина, а не стоит. Все новое. Это разобрато. Это, к слову, о том, после этого, после Lexus, где герметик кисточкой намазан. Так, ну вообще, насран приблизительно, назовем это так. А, то есть это норме, да? Ну, тут надо видеть, как он будет доделан, но повреждение, сказать, что, блин, точно нет, как предыдущий. Ну, даже на данном этапе уже... Она лучше. Она лучше. Поверьте, чего тоже заезжала перед этим. Ладно, сейчас я тогда под камеру быстро его проверю. Чисто для отчета, потому что на таком количестве машин, хрен запомнишь, где еще какие показания. Все, одна дверь красная. Нет, 40-50 не проверяем. У нас, в принципе, у компании среднестатическое значение, это в районе 30. Клему. Вообще, этот Chevrolet Malibu не понравился по капоту. Ну, да бог с ним. То есть он там сильно замят был, он алюминиевый. Его тяжело было выгнуть. Его зашпаклевали, волосатой шпаклевкой затянули, в смысле, со стекловолокна. На бампер, кстати, китайский поставили бампера, не хватало сантиметра, полтора. Они из двух кусков спаяли, сделали один. Ну, плюс-минус пластик не ржавеет, ничего страшного. Снизу сделано пока вроде все нормально. Но в любом случае, перед тем, как этот автомобиль, если, ключевое слово, если этот автомобиль захочет наш заканщик, в чем я очень сильно сомневаюсь, нам все равно придется его приехать, посмотреть, осмотреть еще раз, как же они все-таки его собрали, как покрасили. И вот тогда уже смотреть, искать, есть ли там новые глюки. Ну, а пока шагаем дальше, пока этот автомобиль точно нет. Ну, посмотрели предварительно. Судя по вот таким вот ударам, где-то вперед. Нет, то, что вперед, да. Пока ничего, я высматриваю, смотрю. Пока все хорошо. Косяки же надо дойти. Косяки, да. Ну, судя по новым радиаторам. Ну, мы его вчера уже смотрели. Раз мы его смотрели, значит, тут крашеная морда у него. Ну, морда, крылья, наверное. И все вперед приехал, правильно. Да. А так пока сказать, что, ну, пипец, все, пипец, не отбежать от этой машины. Ну, пока не вижу, почему. О, тут джили-бджолы. Американские злиосы. Я думаю, вся вот эта вот тема, закрашенная, это закрашенная ржавчина. Потому что... У него ничто не отличное. Хотя, вот, у меня отец пригонял гольф четвертый. Он не крашен вообще, 2000 года. Ну, сказать, что это единорог, ничего не скажет. Он у нас на Украине проездил одну зиму, у него на щели порой не видно. Тут, да, тут такая тема. Ржавенький он. Ржавенький, да. Видишь, он подготовленный. Вот, видишь, оно ржавое. И вот такое вот оно было все. А так, а так, ну, сделано неплохо. Опыт интересный. Вот так вот лотом выкупать автомобили. Не совсем стандартный, я бы так назвал. Среди кучи осмотренных автомобилей вчера сколько мы их смотрели? 16, по-моему, да? 16 вчера. Сегодня еще штук 5 набросали. И вот, грубо говоря, чуть-чуть меньше половины это те машины, которые хорошие. И я хочу сказать, что это среди тех, которые в общем комплексе, они сделаны хорошо. Потому что вот подкидыш приезжал Equinox, который не из этой песочницы, назовем его так. То там пипец, там страшная машина. Как в основном подавляющее большинство недорогого ремонта, который делают в Украине. А здесь, я думаю, из этого можно собрать неплохой лот среди этих машин. Но, но опять-таки, далеко не все. По правде говоря, черный Chevrolet Equinox мы не забрали, даже не рассматривали только по одной причине. А причина этому то, что парни принципиально почему-то не хотели торговаться на этот автомобиль. Они говорят, это самая классная машина, самая хорошая. Да, она хорошая, целая, но она ржавая. А самый большой злодей кузова, это все-таки коррозия, ржавчина. Нет, эта коррозия, конечно, обработана. Она там покрыта черной краской сверху ржавчины. Ну, если кто не понял, Стеба, это тупо ненадолго. Потому что в некоторых местах вот эта краска уже отваливается. Плюс оставили ржавые рычаги. В общем, за этот ценник, а стоит она в районе 19 тысяч, если мне не изменяет память. Это нереально дорого за машину, которой уже дальше просто не будет ржизни. Мы понимаем, что процесс коррозии можно приостановить, но полностью ускоренить его уже не получится. Тем более, когда она уже пошла не просто ржаветь, она уже пошла гнить. Поэтому эта машина идет лесом в сторону, точно так же подальше от всей выбранной кучки. Вот это вот хороший автомобиль. Вот это то, что в принципе желать не нужно. Это эта машина, которая из жопы. У нее нарушена уже безопасность. Сам силовой кокон. Ух ты, мотоциклы. Блин, как хорошо листья падают. Прям как Need for Speed. Вот если бы чуть-чуть быстрее ехать... Осень желтоморда. В дворы выгребут. Но все равно проехать мимо очень хорошо, классно, замечательно. Красиво, как минимум. Ну, в общем, день интересный. Машины и машины неплохие. Я не знаю, кто этот Владимир, но делает он эти машины неплохо. По сравнению с другими, очень неплохо. Ну, наверное, я думаю, что и ремонт у него стоит соответствующих денег. Есть, конечно, такие машины себе, но... Из 16, 20... Сколько сегодня мы просмотрели? 16,5. Из 21 автомобилей 9 хороших. Ну, то есть, практически половина. Это пипец хорошо. Друзья, в конце скажу честно, я не знаю, какие автомобили парни купили, какие автомобили парни не купили. Мы рекомендовали 7 автомобилей из 21 на этой площадке. И я скажу точно, что даже с учетом Раптора на 6 миллионов машин не выбрано. То есть, там 6 нету, скажем так. И почему не знаю, потому что мы не регистрировали эти автомобили. На 7 автомобилей мы дали заключение техническое и рекомендовали их к покупке. Но мы их не регистрировали. Поэтому, чем закончилась эта история, я не знаю. Но подытожить я могу однозначно, что из 21 осмотренного автомобиля 7 в хорошем состоянии, это очень хороший показатель для этой площадки. Потому что, да не только для этой площадки, в принципе, для мастеров, которые делают автомобили один из трех нормальный, ну, показатель, честно говоря, так себе. Но с учетом того, что все эти машины идут на конвейеры, их фигачат с целью заработать денег, я скажу честно, эти парни к своей работе относятся еще хорошо. Ну, по крайней мере, мне так показалось. На общей массе автомобилей, которые мы видим, это выглядит именно вот так. Спасибо, что до сих пор остаетесь с нами. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Ну, а с вами был Николай Тарануха. Киев, компания Динавто. Всем удачи на дорогах. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok